Сегодня мы поговорим о такой теме, которая может быть, звучит не совсем понятно, чем связаны и ограничены художественные миры. То есть в каком-то смысле это проблема свободы и необходимости в рамках творческого акта или систематического творческого усилия. Проблема, которая, безусловно, не может не встать перед любым, кто размышляет о природе творческого усилия, перед всяким, кто с ним как-то внутренне знаком, поскольку с одной стороны мы, безусловно, можем делать все, что хотим и вроде бы и нет предела нашему вымыслу. Но одновременно, очень скоро мы обнаруживаем достаточно жесткие критерии, которым подчиняется итоговый продукт с точки зрения его дальнейшего существования. Ну и, собственно, наша деятельность, будь то письмо или какое-то иное создание опуса, создание произведения или даже просто та активность, которая в современном актуальном искусстве не упаковывается в форму произведения за отсутствие времени и терпения, а представляет собой просто набор художественных жестов, то есть некий непрорывный перформанс или экшен. Но и она подчиняется все равно тем же определенным ограничениям, причем довольно разнородным. И стало быть, безусловно, очень любопытно было бы поразмышлять над этим и порассуждать на эту тему, что же такое тут происходит и каким образом, оказавшись в пространстве свободы, мы все же становимся в известном смысле, как выражается Пол Деман, агентами воли к произведению. И в какой степени мы можем от этого дистанцироваться? Обозначим две вещи. Первую, которую мы, безусловно, хорошо понимаем и различаем. Ее, в принципе, можно назвать наступлением эпохи постправилонских наречий. То есть такой ситуации, когда порядок вещих слов теряется, и вещие глаголы, соответственно, расстаются со своим прямым антологическим предназначением. В принципе, мир можно разделить этим условным подразделом, безусловно. То есть будем ли мы предполагать напрямую разрушение Вавилонской башни и смешение языков, либо какой-то иной метаисторический акт. Но так или иначе, по левую руку от нас останутся проклятия, заклинания, мантры и другие формулы вещих слов, включая Талифа Куми, знаменитые, которые производят непосредственные и мгновенные изменения в сущем. И поэтому порядок слов строго задан, порядок интонаций тоже, и никакой свободы импровизации здесь быть не может. То есть мы видим, что это и есть так называемая диктатура символического. То есть тот минимальный человеческий мир, где уже возможны дистанцирования или даже отрицания законов природы, природы в смысле Канта. Но при этом никакой импровизации фактически не существует, и мы подчиняемся предноходимому порядку слов. И единственная свобода, видимо, состоит в том, чтобы найти правильный контекст. То есть тот самый контекст, когда соответствующая языковая формула должна сработать. мы далее опять-таки не знаем, что происходит в этом великом разрыве или обрыве, но, перейдя через него, мы обнаруживаем совершенно другой мир, где вдруг поясняется, что мы свободны, что мы имеем возможность пользоваться любым порядком слов. То есть только в этом мире, безусловно, возможна поэзия, возможен рассказ от самого незатейливого до самого изощренного. И мы можем по-разному соединять эти слова, и нам ничего не будет. Вот, что здесь принципиально важно. Потому что, естественно, нельзя так позволить себе обращаться с мантрой и с любой формулой заклятия. Это себе дороже. И многочисленные остаточные последствия эпохи вещих слов, включая сюда знаменитые логоневрозы, включая многочисленные формы так называемой псевдобеременности, которая встречалась еще в средневековых европейских монастырях, показывают нам, опять-таки, каким образом жестко и принудительно срабатывали вот эти вещи и формулы. Точно так же мы располагаем определенными реликтовыми остатками той силы воздействия, то есть некоторыми последствиями внутреннего гормонального дождя. Когда нас бросают в краску или мы, как бы, мы говорим, что мы буквально умираем от стыда, но на самом деле совсем не буквально и совсем не умираем, но все же что-то такое срабатывает, и мы имеем полное основание предположить, в принципе, и современная лингвистика со времен Капсона предполагает ровно то же самое, что реконструируя эти реликтовые остатки, мы можем вполне выйти к той площадке, где слова «умереть от стыда» или «от страха» или «от нарушения табу» вовсе не были фигурой речи, а представляли собой как раз ту опору диктатуры символического, которая гарантирует человеческий мир. Либо диктатура символического отменяет и перебивает законы природы, и тогда у нас есть некая мерность и параметры, в которых мы существуем как люди, как разумные существа, либо нет никаких объяснений, почему бы мы должны из этого мира, природы, других живых существ выйти или быть исторгнутыми. Соответственно, эпоха вещего слова, жесткая диктатура символического – это та прародина, из которой мы благополучно вырвались, и если изгнание из рая было мучительным и печальным, то покидание территории вещего слова даровало нам, людям, такой заряд свободы, равного, которому с тех пор не было, поскольку все формы запретов на публичные высказывания, все способы связанности с социальным заказом, все идеологии мира – это ничтожное ограничение по сравнению с той ситуацией, когда ты не можешь нарушить порядок слов, ибо с тобой случится то же, что и с Индрой, который, как известно, читая мантру, перепутал ударение в одном единственном слоге, и вместо того, чтобы поразить врага, поразил другом. Но может случиться и нечто худшее, наподобие что сделать хотел утюг, слом получился друг. Но мы знаем, сколь опасны, вообще говоря, вольности и импровизации в сфере вещего слова, в диктатуре символического, то есть в данном случае, безусловно, гормональное возмездие срабатывает, как правило, жестко, однозначно. Мы же, опять-таки, не знаем, почему, как удалось отключить и заблокировать этот механизм мгновенного самоуничтожения или возмездия. Почему мы имеем дело только с реликтами. Когда-нибудь нейрофизиология подойдет к этому порогу. Это, видимо, часть общей проблемы, она связана еще и с той самой пресловутой ситуацией от 2 до 5, когда, как известно, благодаря открытому импринтингу ребенок способен спокойно усвоить несколько языков. Он обладает чрезвычайно такой вместительной импринтинговой памятью. И вдруг, в какой-то момент, непонятно, почему нейрофизиология до сих пор этого не знает, происходит блокировка. И с этого момента изучение иностранных языков становится для нас чем-то достаточно сложным. мы постфактум, конечно, можем возблагодарить происшедшее, поскольку благодаря этой странной блокировке универсальных лингвистических способностей существует все многоцветие культур, существует некая самобытность и, как бы, грубо говоря, некоторые сверхмощные соблазны не действуют в полную силу. Ну, какой-нибудь, к слову говоря, соблазн быть гражданином славной Америки. Всем был бы хорош, например, если бы не было так трудно преодолеть этот барьер, что, в общем-то, иногда останавливает и сдерживает. И поэтому, это уже не раз звучало, да мы, в принципе, можем сказать спасибо за такую блокировку. И мы остаёмся распределёнными по своим национальным культурным очагам, поскольку не так легко перейти в этот универсул, каким бы ярким ни был соблазнен. И когда-нибудь можно также предположить, что новое великое оружие массового обольщения будет представлять собой расплакирование вот этого странного механизма тотального импринтинга новых языков и речений. Однако, может быть, этого не случится именно потому, что, по-видимому, эта же самая черта или этот же самый водораздел позволяет нам в то же время избегать вот такого прямого физиологического, нейрофизиологического и гормонального воздействия сигналов, вещих слов, позволяет нам сохранять дистанцию, позволяет нам совершенно безнаказанно выстраивать различные последовательности и порядки слов. И нам за это ничего такого страшного не бывает. Мы до сих пор не понимаем какой-то величайшей счастья, что, собственно говоря, всё искусство, все версии импровизации, и у уж тем более в поэзии-прозе обязаны своему существованию только тому, что мы можем безнаказанно произносить эти слова и можем считать, что одни из них лучше, другие хуже, одни смешнее, другие печальнее, но, в общем-то, норма вариативности чрезвычайно велика и ничего страшного не происходит. Вот тот великий горизонт свободы, который обнаруживается сразу же и, безусловно, выход за пределы абсолютно действенной мифологии, как набора адресованных инструкций, уже исторически означает возможность такого рода импровизации и версии. То есть вот та самая свобода, которая здесь открывается совершенно очевидным образом. Но, конечно же, опять-таки мы можем по аналогии, наверное, по какой-то отдаленной аналогии представить себе, чем могло бы грозить отсутствие этого права и нормы вариативности. Иногда нам случается заполнять очень важные документы, где нельзя ничего испортить и где нужно точно в нужном месте поставить галочку или писать определенным шрифтом. А порой еще и вовсе дается одна попытка, и мы как бы иногда так немножечко, не то чтобы уж внутреннюю дружь испытываем, но напряженность. Но это ведь совершенно ничтожная просто степень того чудовищного страха, который мог бы возникнуть и, видимо, реально возникал при нарушении порядка вещих слов, то есть при нарушении вот тех действительно важнейших механизмов, гарантирующих диктатуру символического, на которых опиралась и действенность мантры и все что угодно вплоть до воскрешения Лазаря. Так вот, стало быть, мы оказываемся в такой ситуации, когда произвольный порядок слов разрешен, после чего очень быстро консолидируется авторская культура. Но, ну вот, что еще происходит, да, в еще более таком, что ли, антологическом ключе, об этом тоже стоит сказать несколько слов, потому что мы обретаем еще одно пространство свободы, причем это уже не просто мы субъекты, люди, но в известном смысле и мир как таковой, то есть наш фюзис или универсум обретает новую степень хроноизмещение, которую мы можем назвать повествовательным прошлым или, если угодно, нарративной формой упаковки случившегося. Впервые эту мысль высказал Рикер и она казалась какой-то странной и нелепой, хотя она звучала так, что все события в мире должны быть как-то причастны к настоящему, то есть они должны произойти или происходить. Будет ли это некая мономаниакальность настоящего, каковой обладают предметы, твердые тела, или будет ли это чуть-чуть менее маниакальная регулярность и повторяемость, которой обладают, например, различные природные циклы, астрономические в том числе, ну в том числе есть смена дня и ночи или приход весны. То есть дело в том, что в этом случае как бы все предыдущие явления весны сливаются в новую ее явленность и мы вправду не можем ответить на вопрос, пришла ли та же самая весна, которая была несколько лет назад или весна новая, которая вот только сейчас пришла и больше никогда не будет. Возможно двоякий ответ и то и другое, здесь подобное размещение еще не задано, но мы понимаем, что вообще говоря до поры до времени не существует так называемого архива. То есть все явленное, будет ли оно вернувшимся посредством вещевозвращения, будет ли оно маниакально существующим в виде предметов и твердых тел, все равно должно некоторым образом задействовать настоящее и загрузить всю полноту присутствия. То есть вот дождь идет и в тот момент, когда он идет, он себя предъявляет и некоторым образом рассказывает о себе, потому что он здесь и снег то же самое, а прошлогодний снег не существует. Поэтому надо объяснить великую загадку появления прошлогоднего снега. Это одно из величайших чудес мира, которое действительно не так просто объяснить. И в сущности Рикер в своем знаменитом тексте «Время и рассказ», ну и в ряде других конфликт интерпретаций, вводит такое странное предположение, что лишь в тот момент, когда мы смогли рассказать или рассказывать о чем-то, не предъявляя к проживанию эту реальность, мы смогли выйти из-под жесточайшего гнета тотальной загрузки настоящего и одновременно тотальной загруженности присутствия. Но не только мы, как люди и субъекты, смогли это сделать, но этот прорыв, случившийся внутри симеозиса, то есть внутри некого особого производства символического, стал новой формой временения времени, то есть стал неким таким повествовательным прошлым, которое оказалось способным вместить в себя невероятное множество событий без необходимости их проживать заново, без необходимости их как бы повторного проживания в форме вечного возвращения. Об этом можно просто рассказать. рассказать и тебя будут слушать или, может быть, перебьют, но это просто не хватает воображения, чтобы оценить чудесность этого события. Ты можешь рассказать, например, как шел дождь, а сам дождь может рассказать об этом только если он идет сейчас, и он своими струями или своими каплями, падающими на крышу, способен это сделать. А и весна точно так же, пока она не придет, она и нет никакого иного способа заявить о себе. Получается, что настоящее есть такое как бы узкое окно, но в действительности оно очень похоже на окно сознания, эго-кодита, о котором говорил Декарт, где в этом окне выполняется строгая интенсиональность, то есть может быть предъявлено только что-то одно, на чем мы целиком сосредоточены. Если это интенсиональное сознание, то это и есть некий предмет нашей озабоченности, будет ли он познавательным предметом или предметом страсти или ненависти, но или даже боли, в любом случае это будет означать, что весь мир в этот момент боль или ненависть, или какой-нибудь предмет нашего созерцания. И вот это такое как бы освещенное и предельно интенсифицированное окно эго-кодита, оно тождественно вниманию и в известном смысле тождественно сознанию вообще. Но при этом опять-таки следует иметь в виду, что реальность такого рода как раз таки не обладает ну какой-то уж такой сверх уникальностью по сравнению с удивительной и невероятной реальностью повествования или нарратива. То есть рассказа о том, чего нет, чего, о том, что может быть когда-то было, но это уже невероятное достижение. Как то, что было, какая-нибудь прошлая весна, прошлогодний снег и события, когда мы подскользнулись на этом снегу, увязли в нем, могут быть вновь предъявлены, но в гораздо более экономном и благосклонном режиме. То есть мы не испытываем мороза, нам не больно, и подскользнувшись в рассказе мы продолжаем сидеть на стуле и рассказывая о дожде мы не промокаем. Это же, опять-таки, поскольку совершенно справедлив тезис, что философия – это правильная форма удивления, вот здесь как раз удивление должно быть максимальным. Каким образом это становится возможно? То, что недоступно ни одному явлению фьюзиса или, собственно, универсума. А в данном случае, как если бы мы вдруг неожиданно приоткрыли это измерение, прежде свернутое или, может быть, не существовавшее, совершив новый акт творения Экс Нихеро, только раздвинув хроноизмещение мира до такой степени, что в него поместилось невероятное количество вещей, событий, происшествий, и им не нужно было больше втискиваться в это узкое окно сознания или вот это узкое окно эго-когита, можно было бы и можно существовать каким-то иным образом. То есть мы обнаруживаем вдруг чрезвычайную благость и благотворность этого простого «была», предваряемого одной из самых магических формул на самом деле. Например, однажды, давным-давно, в незапамятные времена. Нам-то кажется, что это так себе второстепенный какой-то зачинь, без которого можно было бы обойтись. Но по-своему магия этих великих водок еще грандиознее, чем магия Талифа Куми, поскольку мы начинаем, мы как бы признаем вхождение в мир целого ряда событий и происшествий без того, чтобы в этом мире что-то непосредственно менялось. Мы продолжаем сидеть там, где мы сидели. Мы, может быть, какими-то редуцированными движениями и остаточной реликтовой экспрессией, мимикой сопровождаем происходящее, но точно совершенно не провокаем под дождем, и копье, и лес у нас не пронзает, и боги тоже оказываются всего лишь предметом повествования. Невероятно и удивительно до крайности. То есть тут можно согласиться и с рекерами, с Вольгом Гигерихом, который в своем замечательном тексте «Соу Ваненс» говорит о том, что, скажем, логика действующего или работающего мифа, а не того препарированного мифа, который пересказывается, состоит в том, что, по сути дела, в нем еще нет повествовательного прошлого. Поэтому, когда мы обращаемся к богам, к духам, к разным существам из другого мира, мы просто приглашаем их в наше присутствие, и они приходят и ведут себя очень действенно, шумно, они воздействуют на всю нашу сенсорику и целиком на сенсорию. То есть, как если бы они пришли когда-то в первый раз, все эти великие ритуалы, будь то жертвоприношения, различные оргии и другие формы трансгрессии и иные очные ставки с богами, всегда происходит только в настоящем времени. Просто посредством вечного возвращения, подобно временам года, вновь вернулось это время, и вот боги пришли. По-прежнему колесница богов может задавить всякого, кто под нее бросится. История Карфагена полна подобных примеров. То есть, это невероятно громоздкое и трудоемкое событие, явление богов. И мало никому не покажется. Конечно, мы помним знаменитые строчки Ахматовой, жестче, чем лихорадка отреплит. Но какое-то кокетство по сравнению с тем, как отреплит очередное явление богов, еще не знающих прошедшего времени. То есть, они, безусловно, занимают все присутствие. Они здесь и сейчас, и просто вплоть до выгорания исходных материалов. То есть, до некоторого истощения предъявленности, и тогда в окно настоящего вступает некая новая регулярность, черед, который подошел, или вообще нечто иное по принципу интенциональности. То есть, это означает, что мы не можем безнаказанно и дистанционно быть свидетелями тех или иных событий. Мы можем, только задействовав весь сенсориум, некоторым образом соприкоснуться с этим, и ровно так же все всегда происходит в природе. Если дождь, то он мокрый, если весна, то она производит цветение на всех полянах мира, а также многочисленные другие способы явленности. Но уж никак не меньше. Она все равно должна определенным образом зацепиться за настоящее. И тут-то мы действительно понимаем, что вот этот самый простенький, казалось бы, ну, невероятно банальный и знакомый нам акт рассказать о чем-то как о бывшем, рассказать связанно, выстроив цепочку событий. И при этом так, ну, не так, опять же, как пишет Илья Габриуль в своих исследованиях правобытного мышления, когда, ну, описывая то же самое Лея Маори, он говорит, что любой рассказ даже о событии, только что произошедшем на охоте, предполагал массу постановочных эффектов. То есть нужно было бы точно так же подпрыгивать, как в случае, когда ты увидел хищника или добычу. Наша театрализация всегда схематична и конспективна по сравнению с тем, что нужно было для простого рассказа о только что случившейся охоте или празднике. И мы видим, что здесь тоже еще нет повествовательного прошлого. То есть здесь все-таки определенная форма прицепленности к настоящему, к этому, к мономаниакальной настоятельности настоящего, которая оставляет хроноизмещение мира в принципе незначительным, да? Не может там поместиться больше событий, чем могло бы на вскидку разместиться. И это опять-таки указывает нам на то, что наша смутная мечта о как бы тотальной интерактивности, о задействовании всех форматов сенсориума, всех форматов присутствия, она, конечно, хороша, но она-то как раз представляет сегодня что иное, как абсолютно регрессивное движение к тому, что когда-то было. Потому что когда-то величайшим событием и открытием стала именно возможность конспективного, дистанционного, если угодно, гомеопатического возвращения в измерении повествования и рассказа без истощения собственной телесности, без тотального задействования собственного присутствия. То есть, если уж ты имеешь дело с богами, то они здесь, и следы их влияния, оказываемые им магические жесты, слова для всех очевидны. Но где эта грань, да, начиная с которой мы можем просто повествовать о богах и героях, и продолжая сидеть там, где мы сидели, в лучшем случае ограничиваясь редуцированными жестами, вроде как там движениями руки, и и все. Как же так, да? Опять же, как если бы мы, например, проникали в историю Рима и изучали римскую историю, ну, например, там, в жизни, типа, в жизни двенадцати цезарей, святония, или что-нибудь того же. Типа, и при этом нам не нужно было перемещаться на берега Тибра. У нас сама собой не появилось бы долго за плечами, ничего римского у нас не появилось бы, но история все-таки осталась бы очевидной, выпуклой, интересной и каким-то удивительным образом присутствующей. Вот что однажды было, то есть по существу это великое изобретение прошлого, или изобретение было, такого времени, которое как бы сохраняет некую реальность без тотальной загроможденности настоящего. То, что в прошлом, уже в прошлом, в повествовательном прошлом, которое было, больше никуда не исчезнет. Все прошлое уже есть, и то, что прошло в прошлое, а не в периодичность, в известном смысле сохранено. Как если бы и вправду вдруг открылось одно, а может быть и несколько свернутых измерений присутствия, хроноизмещение мира повысилось на порядок, и понятно, что тут-то и открылся бы, собственно, вот этот мир невероятных размеров, мир, в котором властвовать, быть может, должна литература. Поскольку все, что касается было, все, что касается рассказа, это ее эстезиата. И, соответственно, начиная с этих условных первых секунд нового большого взрыва или при открытии новых измерений, после которых начинается их инфляционное расширение, появляются тексты вслед за текстами, стабилизируются некоторые принципы и некие законы, в том числе и идеи сюжета, и нарративности и так далее. Но самое главное здесь состоит в том, что мы вправду обретаем эту невероятную свободу, тоже до конца непроясненную, до конца неясненную нам, так же, как и в случае с условным разрушением Вилонской башни. Как, где и когда мы утратили вещи и слова и оказались в ситуации безнаказанности. Да и не просто оказались, а еще и мы как бы уступили место, вернее, мантра уступила место поэзии, поэзису на уровне слов, то есть важнейшем уровне в производстве символического. А при этом поэт вместо того, чтобы быть благодарным открывшейся свободе в производстве версий, в действительности он как бы нацелен, каждая настоящая поэзия, безусловно, нацелена на то, чтобы стать единственной, стать поэзией вообще, как бы поэзией с большой буквы и вернуть эпоху вещего слова только таким авторизованным образом, ну, например, как «Моя поэзия», то есть сказать что-то, что-то вроде попытаться срубить сук, на котором ты сидишь, это ничего не сказать. Но это примерно такое удивительное внутреннее усилие, которое каждого свободного обладателя порядка слов, если он настоящий маг и творец в своем деле, некоторым образом неудержимо влечет к восстановлению этой предельно жесткой внутренней дисциплины мантры, единственно возможного порядка слов. И если бы такое однажды произошло, то есть если бы вновь возникла столь великая поэзия, которая, что называется, отключила бы, обессилила и сделала недействительными все остальные версификации, возможно, мы, возможно, этот горизонт свободы мгновенно захлопнется бы. И, соответственно, мы его, понятное дело, утратили бы, но есть все-таки веские основания полагать, что такого никогда не случится по ряду причин, некоторых из них мы коснемся, может быть, но если не сегодня, то в дальнейшем. Но понятно, что тут, когда мы уже вступаем на территорию искусства, то есть территория искусства – это фактически территория легкого символического, в отличие от тяжелого символического, которое представляет собой форму мифа, существующую лишь в настоящем сакральном времени, может быть, опыта веры. Легкая символическая, вот безнаказанная в своих версификациях, тем не менее, движимо вперед величайшей реставрационной идеей утвердить единственную, ну, желательно мою версию мира и действительно сделать так, чтобы узор этой версии, похожий на узор судьбы, точно так же мог бы производить непосредственные изменения в сущем или непосредственные изменения в душах тех, кто внимает мне, например. И даже если не внимает, все равно никуда он не денется. То есть такого рода сверхинтенция, безусловно, парализуется различными встроенными механизмами избегания, которые существуют внутри производства легкого символического, то есть внутри искусства. Ну, в частности, там, определенной скоростью полураспада, если уж мы используем физические термины, не существует такого соблазна, который не подвергался бы полураспаду под воздействием времени. И иногда это, философики иногда говорят так, что презумпция новизны важнее презумпции истины. Но по отношению к искусству это означает, что, ну, даже если вот оно мгновение остановилось, и оно невероятно прекрасно, и умри, лучше не скажешь, все равно по прошествии некоторого времени начнется спонтанный процесс полураспада, и какое-нибудь новое предложение, новый опус с точки зрения вечности или какого-нибудь гамбургского счета, да наверняка несопоставимый с этим остановившимся мгновением победит. Просто в силу того, что он обладает этой презумпцией новизны, и в этом, на самом деле, тоже величайшее благо для нас, свободных людей, читателей, для нас, обладающих этим измерением дискурсивного было. Потому что, если бы этого не случилось, если бы в какой-то момент в этом производстве пробных миров какая-нибудь невероятно яркая и убедительная версия вдруг сработала, была бы зафиксирована, калейдоскоп прекратил бы свое вращение, ну, конечно, можно было бы восхититься, можно было бы сказать, что вот, что вообще говоря, эта редактура творения получше будет первоначальной версии, явно. Но при этом остановка калейдоскопа, опять-таки, означало бы, что свободное производство символического прекращено. Поэтому нам, конечно же, гораздо ближе другая крайность, в которую мы полностью погружены. Ситуация невероятной тотальной инфляции, гиперпроизводства символического, как бы немыслимого по объему производства сорных текстов и опусов, что тоже не есть гуд, но уже не так печально, как и возможная противоположная крайность, которая, безусловно, была бы, представляла бы собой такое вот радикальное ограничение свободы. Далее, смотрите, мы уже нашли, вроде бы, две, два важнейших параметра, антологически выверенных по-своему, а именно выход за пределы вещего слова, который даровал нам безнаказанность в производстве символического, а стало быть, импровизацию в различных порядках слов. Великое достижение, величайшее благо. С тех пор большей степени глотка свободы мы пока еще не получили. Это был величайший пророк свободы, который одновременно, может быть, как ни странно, даже речь идет и о том же самом великом теорогическом и демиургическом жесте, вот обретение повествовательного прошлого, когда стало возможным разговаривать о дождении, промокая, повествовать о богах, причем повествовать о богах таким образом, что тебя не поразит молния кромовержца. То есть она убедительно воссоздана, но все-таки и ты, и твои слушатели остаются живы. То есть, конечно же, они каким-то гомеопатическим образом могут быть, как принято говорить, потрясены до глубины души, если они, например, столкнутся с настоящей, талантливой, гениальной игрой актеров или уникальным порядком слов. Но эта потрясенность до глубины души все-таки мы должны понимать правильно. Это фигура речи по сравнению с той реальной потрясенностью, с летальным гормональным возмездием, которая является почти автоматическим исходом нарушения некоторых господствующих формул вещего слова. Мы реагируем гомеопатически, редуцированно, как бы акупунктурно, и это прекрасно. Потому что тем самым мы, безусловно, сохраняем свою свободу, и вот сохраняем эту уникальную полость, в которой поместится и будет помещаться множество опыслов символического, не тесня друг друга и практически не мешая друг другу. То есть, радикально меняются горизонты вот того, что греки называли антропомером, человекоразмерности. Ограничения по человекоразмерности больше не определяются параметром эго-когита, то есть только тем, что может быть предъявлено в форме настоящего. Мы располагаем архивом, величайшим благом архивом, где каждая хранимая в архиве единицы так или иначе начинается вот с этого магического слова давным-давно, однажды, когда-то, то есть не сейчас. Это просто было, случилось и вот теперь рассказывается. И действительно можно только удивляться, какое количество этих опыслов поместится. Даже те, которые мы, те истории, те повествования, те стихотворения, поэмы и опусы, которые мы, скажем так, не слышали, но мы всегда можем это сделать. То есть тем самым вот это прошлое становится субстанцией души, и отсюда и знаменитая дихотомия самости и субстанции, которую, например, говорит Гегель. Субстанция, он так заребст. То есть как бы самость – это, конечно же, точечная полнота присутствия, предельная интенсивность всякого работающего сознания, работающего в режиме подсветки, иллюмина натуралис, пусть это самое уникальное состояние в мире, но есть и некое прошлое, память, архив, который продолжает пополняться, и, собственно говоря, дна ему пока не видно, что самое удивительное. И это вот не что иное, как предмет настоящего удивления. Но идем дальше. Хорошо, теперь мы можем в сущности делать то, что так восхищала Петра Слоттердайка, когда он и по сей день восхищает, недавно он очередную статью на эту тему написал о том, как люди собираются во Флоренции, на улицах города Чума, смерть непредсказуема, всегда, возможно, в каком-то смысле неминуема, ничто не спасет ни дворянство, ни благородство, ни какие-то там заслуги. Но можно собраться за столом и рассказывать друг другу истории. Ну, так появляется Декамерон. То есть Декамерон или любое Наверлино это свидетельство невероятной человеческой победы. И можно даже понять пафос Слоттердайка, что мы занимаемся самым удивительным человеческим делом на свете, а именно рассказываем друг другу истории в тот момент, пока на дворе чума. И тот факт, что мы можем это сделать, можем это делать и делаем, и пока мы можем это делать, до тех пор мы люди. Ничего более достойного человеческого мы, пожалуй, не смогли бы и предложить. А при этом еще и рассказываемые истории, мы действительно уделяем им вот это свое время. И мы считаем, что одна из них лучше, другая хуже. Возникает некая фоновая состязательность рассказываемых историй. А с нами-то и вправду ничего не происходит, кроме неких внутренних преображений. Понятно, что тут же возникает особая мифология этих внутренних преображений и преобразований. И мы очень хорошо знаем о ней все эти знаменитые слова о том, что то или иное произведение перевернуло всю мою душу. Ну и другие вот соответствующие формулы благодарности, тоже в значительной мере справедливые, но, опять же, смотря с чем сравнивать. Самое удивительное все-таки то, что мы и вправду можем обмениваться этими историями, а еще то, что каждая рассказанная история есть одновременная регистрация присутствия рассказавшего ее. Потому что что значит быть вообще в этом мире, быть человеком? Конечно, всегда можно сослаться на различные регулярности, периодичности слишком человеческого. Можно вспомнить пресловутое посаженное дерево, построенный дом и выращенного сына, но это некоторым образом расходный материал поколений, который, в общем-то, не гарантирует строгой запоминаемости свыше, и не гарантирует подлинной регистрации существования и бытия первого лица. А вот рассказанная история, которую вы слышали, удивительным образом это гарантирует. Она дает такую возможность, будучи еще и интересной, одновременно одновременно она есть свидетельство, неоспоримое свидетельство нашего существования, и вправду поэтому столь важен обмен историями, и поэтому это еще и прямой экзистенциальный акт и экзистенциальный жест я существую, поскольку могу рассказать одну или несколько историй, быть выслушанным, зарегистрированным, и хотелось бы, чтобы как бы вот этот регистрационный ящичек находился как можно выше. Но даже если он совсем не высоко, а просто как-то окружающий меня слышит, и то это не так плохо, это даже по-своему замечательно. Вот. Стало быть, тут, в этот момент, когда мы вовсю пользуемся нашим изобретением, изобретением нарративного или повествовательного прошлого, преодолевая ограничения человекоразмерности, преодолевая тесноту и закроможденность настоящей, и нам это занятие не наскучивает, то есть оно способно продолжаться вновь и вновь. Мы вправду можем говорить о обретении удивительного уровня, обретении некой субстанции души, а не только ее самости. Но если бы мы, например, изобрели огонь, мы его когда-то изобрели, люди, то вот теперь можем сидеть около него и греться, и жарить себе пищу. А изобрели колесо, можем теперь использовать его для быстроты перемещения. А изобрели прошлое, и наше узкое окно антологической принудительности, и коридор антологической принудительности распахнулся и расширился. И мы можем сам статус бытия невероятным образом расширить, можем пройти его как бы в разных направлениях и, соответственно, произвести инаугурацию в мире, да, чего-то такого удивительно человеческого, чего прежде не было, что, быть может, недоступно и богам, как полагал тоже Декарт, поскольку в некотором смысле для бога невозможно расхождение акта и потенции, так называемой, или несовпадение слова и дела. Бог не может мыслить сущее, не сдвигая его со своих мест, поскольку для него, безусловно, каждая мысль есть одновременно и нечто сущее, да, и все существительные для него есть нечто непосредственно существующее, но в нашем человеческом случае это было бы опять-таки тотальной загроможденностью настоящего. Поэтому мы можем мыслить сущее, не сдвигая его со своих мест, можем рассказывать о нем, можем вспомнить, что было с нами, с нашими знакомыми, близкими, совсем незнакомыми и совсем дальними, и можем сортировать и выбирать эти истории по каким-то пока еще непонятным нам одним ведомым критериям, то есть одни из них мы считаем более достойными, другие менее достойными того, чтобы занять наше время, но все же все они в каком-то смысле равнодоступны, и мы можем бросаться смело в эту стихию приключений, не рискуя ничего повредить, ну, хотя, конечно, иногда можно, в реальный случай. Да, вот очень, я сам засмущался, потому что, может быть, можно что-то повредить и как бы вывихнуть или свихнуться, да, но, и, наверное, безусловно, остаточная вещая сила искусства должна, наверное, измеряться вот этой способностью не остаться безнаказанным для того, кто повредить, грубо говоря, вот той силой, которая осталась сосредоточенной. Но все-таки для нас здесь в некотором таком общефилософском, антологическом плане важно расставить принципиальные ориентиры. Вот оно, вещее слово, вот наша спонтанная и свободная версификация. Вот маниакальное настоящее, которое только через предъявленность знаменует себя. Вот наша удивительная реальность, которая в форме прошлого, в форме давным-давно, в форме нарратива, способна к невероятному обогащению, без повреждения оболочки, но с возможным повреждением внутреннего мира. Или преобразованием, ведь это же тот миф, в котором существует литература, но уж тем более романтический миф, требует называть это преображением души и другими хорошими словами. Но в данном случае у нас это не важно, потому что суть как раз состоит в том, что происходит вот именно изменение такого рода. И мы, на самом деле, приближаемся, и приближаемся потихонечку к, собственно, к сфере своеобразия эстетического. Пока еще даже не совсем понятно, является ли этот обретенный мир, где действует оператор было, где вполне возможно вот такого рода конспективность происходящего, как происходившего. Но вот, допустим, мы можем выделить, опять-таки, условно то, что я называю, стадию Шахерозады, которая является, видимо, древнейшей стадией всей литературы, и устроена, ну, тоже, в общем, вполне понятным образом. Она представляет собой и сегодня некий бэкграунд. Пока стадия Шахерозады будет существовать, писатели не исчезнут. Ну, а мы помним, в чем там было дело, что, как известно, Шахеряр потребовала Шахерозады, чтобы она ему рассказывала сказки, пока он не заснет. Но с одним условием, что если вдруг станет скучно, что-то такое повторится, то Шахерозада будет казнена. И поэтому она могла рассказывать все, что угодно, любые чудеса, приключения, за исключением вот этого, так сказать, страха спонтанного оскучнения. В действительности то, что описано в этой уникальной истории, вовсе не обладает в такой же степени уникальности, потому что тут же нам сразу же вспоминается, допустим, удивительное наблюдение Варлама Шаламова о том, как можно было выжать интеллигенту в ГУЛАГе. Для этого он должен был тискать романы. То есть фактически выступать в роли Шахерозады это гораздо более почетная роль, чем часа в пятке. То есть можно придумывать рассказы или некий роман с продолжением, и тебе за это дадут хлеба, не пошлют на трудные работы, потому что это вот как раз предложение как бы чего-то такого символического, что нужно почти как хлеб насущный. То есть если ты не смертельно голоден, если у тебя есть время, ну, отдохнуть, не размахивать лопатой и руками, то ты можешь давать отмашку Шахерозаде. Все, товарищ Шахерозаде. Начинают изволенные речи. Но смотри, опять-таки. И вот, собственно, вот эта стадия, когда прошлое уже обретено, но оно еще по-своему жестко лимитировано и структурировано. Никакого автоцентризма нет еще и в помине. До автоцентризма еще далеко. Но есть уже внутри, скажем так, внутри вот этого пространства дозволенных речей есть что-то такое, что даст тебе верный кусок хлеба. Потому как перед нами и в самом деле такое символическое, которое обладает причастностью к любой форме слишком человеческого и в самых жестких радикальных условиях способно прокормить, ну, хотя бы так мы обрисуем эту стадию Шахерозады, она, в принципе, существует в той или иной видоизмененной форме всегда и сегодня, как некоторые несобственные критерии искусства. Ну, скажем, опять же, в том числе даже и товарная форма массовой литературы, то есть в том числе, опять-таки, когда, допустим, нам нужно убить время или и в самом деле разорвать поток мыслей, беспокоящих нас, поскольку мысли всегда беспокоят, и заснуть. Для этого нужно что-нибудь такое, на что можно было бы подвесить внимание с целью его постепенного угасания и перехода в сон. То есть особого рода некая, так сказать, чтива или какая-то там фоновая речь, она прихожая на почесывание пяток, которое предложила коробочка Чичикову. Но мы помним, что Чичиков героически отказался, а ведь коробочка сказала ему, что вот мой покойный муж не мог заснуть, если ему не почесать пятки, но Чичиков так заснул. Однако в этой роли все равно можно использовать вот ту форму повествований и повествовательности, которая, в принципе, в стадии шиферозады зафиксирована. Это должна быть довольно-таки жестко удерживаемая структура приключений, так называемый набор внутренних эвакаций, подчиняющейся, ну скажем, массе ограничений, подчиняющейся, предположим, закону кульминации и даже своим нумерологическим законам. Это очень легко установить, когда мы сравниваем, скажем, различные сферы производства символического, тот же нарратив типа литературы или повествования или, например, нарратив сферы масс-медиа, где законы нумерологии не выполняются. Поэтому там каждый выпуск или оттиск газеты представляет собой очередной вброс уже известных нам многократным выдерок или оттисков или как бы сетей, доставаемых из пучины морской. Каждый условный выпуск газеты приносит нам как бы новые пробы. Пусть даже он пришел только с одной тиной морской, ничего существенного в мире не случилось, но все равно какие-то политические события произошли, какие-то микроизменения случились. И мы на самом деле вот и сталкиваемся с этой ситуацией. В первый раз забросил он невод, во второй, в третий, в четвертый, в пятый и бесчисленное количество раз невод продолжает забрасываться. Мы его вычерпываем и интересуемся содержимым. Так устроена бегущая строка новостей и поток медиа. Но не так же устроен нарратив. Мы не можем слишком много раз забрасывать невод, мы можем это сделать трижды или семь раз, пока не наступит опять-таки спонтанного скучнения. То есть что висит над нами как представителями? Дамоклов меч, но даже не Дамоклов, а Шахрияров в буквальном смысле слова. Все, надоел, сколько можно перечислять наряды принцессы, игру слов и демонстрировать тонкое ассоциативное понимание своих предшественников. Ангельское терпение может лопнуть и меч Шахрияров пойдет в дело. Поэтому, соответственно, стадия шиферозады жестко лимитирует возможность, всегда прорывающуюся возможность автроцентризма. То есть некоторого такого предложения, которое вышло бы за пределы вполне понятных и определенных эвакаций. Но тут, что опять же удивительно, и в какой-то момент ведь и стадия шиферозады оказывается позади. То есть в какой-то момент автор, творец, тот, кто производит опусы, тот, кто пользуется этой новой свободой слова и удивительной свободой версификации, обнаруживает, что, в принципе, он может дать себе волю, что, в принципе, количество иногда переходит в качество. И если рассказано достаточно много историй, и если произведено достаточно много сравнений, то в дело вступают какие-то странные микрорегуляторы, касающиеся уже непосредственно порядка слов. И они завораживают тоже. Не совсем понятно, почему это так, но они и вправду завораживают. В особенности, если, опять-таки, угроза висящего меча ослабевает, рассказчику непосредственно ничего не грозит, а кроме того, собственно, автор во мне или авторское начало приобретает некоторый характер массовой распечатки, и как бы почти каждый оказывается художником внутри, то в этих случаях действительно вполне возможно появление какого-то нового критерия, который уже и должен быть назван строго или, собственно, эстетическим. Некий горизонт эстетического восприятия. Тоже неясно совершенно, откуда он берется, поскольку здесь мы, в сущности, выходим за пределы нейрофизиологических и гормональных коррелятов. И все же продолжаем удивительным образом реагировать на этот мир. Это тоже мистическое, в сущности, не до конца объясненный феномен. Потому что в отношении простейших эвакаций мы можем установить строгую нейрогормональную корреляцию. Жанры, такие жанры, как эротика, порнография, порноиндустрия, жажда мести, ну и вообще мыльные оперы в целом, они могут, вообще говоря, производиться на уровне точного хронографического расчета. Сколько нужно времени для конденсации возбуждения, когда должна быть дана распивка в виде побережья, там, пальмы роскошной, или заходящего солнышка. Это все рассчитывается, опять-таки, по гормональным временным единицам. Сколько должны вызревать гроздья гнева, чтобы мы могли соответствующим образом осуществить идентификацию с положительным персонажем. Ну, Голливуду это давным-давно известно, и не только Голливуду. То есть, такого рода вот опора на гормональные корреляты, она-то как раз вполне понятно объяснима. Она сама, в свою очередь, является реликтовой и остаточной формой реакции на вещие слова. Однако парадокс в том, что мы удивительным образом в какой-то момент можем выйти за пределы той сферы, где каждое символическое предложение находит все-таки вполне объяснимую гормональную корреляцию. Это даже не обязательно будет внутренний гормональный дождь, но могут быть какие-то проявления внутренней и внешней секреции. Но само понятие чистого искусства, оно как раз очень четко прочитывается в этом смысле, как искусство физиологически некоррелирующее. Если вспомнить смысл самого латинского термина порно, что означает, вообще говоря, след, грязь в некоторых случаях, то понятно, что это как раз результат задействованности вот этой органики двойного назначения, которая таким образом реагирует на символическое. А в случае чистого искусства, то есть в случае некоторых удивительных сочетаний слов и как раз удивительных эффектов поэзии, мы, конечно же, получаем, как бы сказать, какой-то... получаем эффект, получаем, безусловно, подтверждение или не подтверждение, но это подтверждение или не подтверждение на уровне эстетического восприятия, оно крайне проблематично, потому что мы в действительности не знаем, ну, скажем, что... есть ли, допустим, коррелят... коррелят истины, да? есть ли нейрофизиологический коррелят метафизической крутизны, как можно буквально прочесть во внутренней гормональной валюте вот такого рода... когда мы говорим, ну, не знаю, захватывает дух, все косточки становятся мягкими и еще какие-то различным образом конструируемые или удачные или неудачно озвучиваемые возможные точки акупунктурного крепления, которые и гарантируют нам наличие чистого искусства. В этом смысле чистое искусство не имеет прямых гормональных коррелятов, однако же все-таки что-то такое акупунктурное, наверное, имеет, но мы не можем ни с какой уверенностью и достоверностью даже списком перечислить, что же это именно, как в этих случаях работает органика и сенсорика двойного назначения, и это, безусловно, очередная, ну, что называется, новая орбита. В тот момент, когда производство символического вырывается за пределы гравитации шахерозады, и тискания романов, оно неожиданно оказывается на той высокой орбите, где больше не требуется задействование внутренних гормональных валют, а в то же время есть свои эвакации, то есть есть своя принудительность. Вот там уже действительно властвует инстанция вкуса, которая при ближайшем рассмотрении и оказывается по-своему не менее жесткой, чем вот эта знаменитая форма вещего слова и тут, понятно же, слава богу, что это так происходит. Это действительно безусловное метафизическое расширение присутствия, которое тоже вроде бы ничем не предусмотрено. Некоторым образом, если угодно, это новый акт творения Экс Нихиева из ничего, потому что так же, как было сотворено прошлое в противовес согроможденному мономаниакальному настоящему, так же нам удалось в какой-то момент странным образом преодолеть притяжение простых эвакаций, простых историй, оторваться от гравитации гормонального подкрепления и выйти в сферу эстетического, которая, тем не менее, удивительным образом оказалась не совершенно произвольной, а определенным образом разграфленной, имеющим свои законы, если угодно свои константы, как это выяснилось. Мы бы о них никогда не подозревали, если бы нам не удалось совершить такого рода прорыв в производстве символического, но точно так же, как и наш мир, который фьюзис, или который универсум в отличие от мультиверсума, гарантирован и задан неким набором констант от числа пи до скорости света или постоянной кланка, так же и этот мир символического он тоже задан тоже своими собственными очень разнородными константами. Некоторые из них, возможно, даже одни и те же, если говорить о золотом сечении, но в большинстве случаев это совершенно другие константы, которые обнаружились, как если бы мы совершили этот великий экстазис или трансгрессию, приступив через эту условно очерченную линию, и вот перед нами удивительные законы чистого искусства, где ничто не препятствует демиургии, где, собственно говоря, мы ничем не связаны таким жизненно истребляющим. Я хотела вопрос задать. Да. О, да, наверное, уже парадокс. Спасибо. А чем тогда объяснить такой парадокс, что, предположим, вот вещьщее слово означает, что человек от Бога получает некую специальную формулу, которую нельзя нарушать, да, и она незыблема и существует именно как некая такая данность. Литература же или там любой вид искусства переносит нас в сферу свободы, когда автор, создающий некий смысл, становится там равен Богу, и слово «творец» подчеркивает эту историю. Тогда как же так получилось, что любой тип творения не стал табуированным и не стал запрещаемым, ибо он противоречит тому, что происходит, отделяет, так сказать, нас от божественного, а напротив, получается, что у него смысл такой, что это некая там связь, да, мы когда говорим о творчестве, мы говорим о связи с Богом и так далее. Как же так произошло, что мы актом, который противоречит, божественному, да, но некому, скажем, существующему человеческому созданию, и наоборот, стал его главной связью с Богом, если я правильно понимаю. Да, я полностью согласен с такой постановкой опроса, но ведь все-таки у него есть большое преимущество воплощенности. Вот именно тот факт, что все... У Бога, да? Нет, у Бога. Все его существительные есть нечто непосредственно существующее. А, то есть он есть он. Они все вещественны, да. А вот, собственно говоря, мы как демиурги, например, автор как демиург, он проективен. Его проекты, они в этом смысле удивительно химерны. Хотя они все взывают к воплощенности. Конечно, хотелось бы... Да. И хотелось бы лишить Бога этого незаконного преимущества, но он его отставил. И как же есть попытка? Да. Да, пожалуйста. А что вы думаете? Ничего. Да, конечно. Потому что меня натолкнуло наш разговор о мусоре. Помните? Да, да. Да, да. И я даже написала об этом целый кусок. То есть что тут, мне кажется, тут я обнаружила. Ну вы его... Пожалуйста, процедуйте. Я просто объясню самую версию, которая мне пришла в голову. А есть те, которые не помнят разговор о мусоре? Хорошо. А я сейчас так скажу, что будет понятно. Хорошо. Обстоятельно делали таким образом, да? Что мир Богом сотворён, но недосотворён до конца. И в какой-то момент он пригласил нас в сотрудничество. И предлагает нам его досотворить. Вот. И получается, что как бы он отделил частично свет от смыни. Есть белое и чёрное. А есть большая зона неопределённости, серая. И это одновременно и мусор ссор, да? И это какие-то сюрпризы невероятные. И вот художнику одному удаётся что-то достать или достать частично. А то, что как бы ссор, то в ссоры уходят. И вот таким образом это происходит, что таким образом как бы наше творчество, оно не может повредить, да? Потому что то, что лишнее или не мое, оно просто будет отбраковано. То есть получается, это некая зона, которую человек отделяет на ссор. Он установил серая низрегуляции, да. И вот пока мы не исчерпаем эту серую зону неопределённости, как бы веры, веры, мусор. Да, это мусорная яма будет попадать. То есть этот мусор, вполне возможно, он как бы в другой комбинации будет шедевром, да? Вот, что я думаю, что это вот как бы о роли мусора, о которой мы говорим. Что мы как бы общими усилиями до ссор. Да, замечательно. По его, по приложенному ему праву. Отсорить свидания. Замечательное предположение, что нам оставлен вот этот зазорчик. Но мне почему-то как-то больше другой образ здесь срабатывает. В случае, как бы я это назвал, перехвата суверенности и такой редактирующей геморгии. Потому что мы же... Вообще говоря, художник, как такое дерзновельное существо, отличается же от философа, например, тем, что для него всё-таки важна, принципиально важна авторская редактура мира. Если философия всё-таки должна установить, каким образом план, порядок вещей соответствует порядку идей, то художник в силу неизбежной авторизации, либо он вообще отсутствует как художник, он должен остановиться на какой-то редактуре. И вот здесь, как мне кажется, можно ещё и другой образ использовать. Это вот именно образ такого сжатия в точку, в некую строгую определённость. Вот смотрите. Чисто логически, например, тавтология АСА представляет собой совершенно банальную процедуру... Ну, а что ещё? Ничего нет проще и скучнее, чем АСА. Но антологически это не совсем так. То есть если мы выходим за пределы логики, то самодождейственность реального сущего чаще всего осуществляется путём поглощения убегающих версий. То есть это что-то вроде солнца, которое постоянно выбрасывает и поглощает свои протуберанцы. В действительности любое существующее ему сопутствует так называемый стахастический шлейф. Это разбегающиеся версии, которые поглощаются снова. То есть, вообще говоря, эта тавтология заработает. Так вот, мне представляется, что художник, как Демюрк, невероятно коварное существо, которое способно одну из этих версий попытаться удержать, не пустить назад в солнце. Иногда ему это удаётся. Я думаю, что и эта возможность тоже предлагается. Почему нет? Мне кажется, есть место дерзновения. В этой истории есть место дерзновения. Да, наверное, и так это уже происходит. Но давайте всё-таки понимать, что мы обсуждаем некоторые символические вымышленные миры. Вот когда мы говорим, что что-то так, это же наше... А кто знает? А создавал ли Бог творцов, кроме себя самого? Конечно, его нужны собеседники. Или да, или нет. Или наоборот. Ну, то есть, грубо говоря, такой сад расходящихся троп, да? Потому что, ну, понятно, что с точки зрения Бога книга есть одна, да? А вот всё, что делаем мы там с точки зрения, там, не знаю, любого христианского, так сказать, ответвления, мы вообще страшные грешники. Потому что мы зачем-то пишем ещё какие-то книги, когда уже одна есть. Но просто надо понимать, что, я не знаю, Александр, согласитесь вы со мной или нет, мы сейчас обсуждаем некоторую метафору. Конечно. Да, мы сейчас фантазируем. Мы сейчас создаём этот мир, придумывая каких-то в нём действующих лиц. То есть, вот что там, как там на самом деле... Давайте отдавать себе отчёт о том, что мы не знаем, мы просто пытаемся построить модель. Вот меня, конечно, очень интересовало, почему людям приходит в голову одна и та же идея. Вы знаете, да? Вот думаешь, вот сейчас я что-нибудь напишу, а тут раз, и вышло чего-то пять такого же. Вот откуда это, с вашей точки зрения? Как вот, что действительно, людей носят в воздухе, или они носят в воздухе все и что-то их актуализируют? Вот как, с вашей точки зрения, это устроено? Особенно, когда в разных языках происходит. В разных языках это может происходить, совершенно верно. Да. Почему? Откуда это? Ну, ведь здесь же ещё и, как бы, действуют разные установки. Ну, например, если всё-таки мы занимаемся делом по знаниям, то мы должны элементарно выполнить критерии Поппера. То есть, допустим, то, что мы измерили, должно быть доступно измерению другого. Да. Это, опять-таки, предполагает безнаказанность измерений, безнаказанность классификаций. Но, временно, мы знаем, что не всё сущее поддаётся таким безнаказанным процедурам. Существует, как бы, вот этот левый край диапазона истины, ну, квантовый мир, где, как известно, происходит влияние прибора и так называемая декогеренция, когда суперпозиции распадаются. И то сущее, которое мы получаем в результате измерения, уже не то, которое мы измеряли. А то же самое происходит и за правым краем, когда мы имеем дело с человеческим сознанием, где выведывание маленьких постыдных тайн и вообще всего внутреннего точно так же способно привести к распаду суперпозиций и к реальному ущербованию сильного человека. И в результате получается, что диапазон истины — это такой срединный путь, где существуют хорошо упакованные твёрдые тела, статистические фигуры и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, это вот великая устойчивая версия, предложенная Богом. Это его шедевр. Ну, например, мы можем это так описать, да? А художнику вот как-то не дано такой степени устойчивости. Вот именно этой привилегии длительности, воплощённости, телесности, во-первых. А во-вторых, вот насчёт одной и той же мысли, действительно, это своего рода встроенный критерий новизны во что бы то ни стало, но который, ну, запрещает подобного рода авторизацию. То есть прекрасная мысль тебе в голову пришла, однако она пришла ещё кому-то другому, и ничего не поделаешь. Конечно, Гройс был же в этом смысле прав, что музей — это прежде всего сборище знаков запрета, так делать нельзя, потому что это уже сделано. И это жёсткие условия искусства и условия, адресованные всякому художнику, но отчасти и понятно, почему они адресованы. Вот как раз для того, чтобы некоторым образом избежать диктата одной единственной версии, что вернуло бы нас, возможно, к эпохе вещего слова, одновременно нельзя и, собственно, ну, как-то отказаться от такой сверхзадачи. Вот нельзя же представить настоящего поэта, который не хотел бы в глубине души подобного рода предложить миру новую версию вещих слов, которые и были бы единственными. Ну, в историческом плане это так и было, мне кажется, до конца 18-го года. Никто не стремился ничего нового предлагать, а был некоторый набор фиксированных жанров. Я говорю сейчас о Европе, а если говорить о восточной традиции, то, мне кажется, и до сих пор там, так сказать, неевропеизированная поэзия — это поэзия канона. Ну, это уже исторический вопрос, наверное, здесь это не столь важно. А как вам кажется, художнику, творцу, нужен творец? Или он сам хочет это сказать? И если нужен, то зачем? Зачем творцу нужен творец? Чтобы что? В смысле, другой творец? Другой творец? Тот, который нужен? Или сам? Или каждый творец, в силу того и грешник, что хочет стать единственным творцом? Вот есть ли здесь какая-то диалетика? Мне кажется, что в этом чудовищно противоречивом, амбивалентном желании тут действительно есть и то, и другое. Мы можем вспомнить, как, допустим, Ницше писал, что вот греки смеялись над монотеизмом, потому что им казалось крайне нелепым быть богом, а при этом не иметь равных себе. То есть, значит, ты не имеешь никакой гональности, состязательности. И что тебе эти продукты сотворенные, да? Натура, натура, ну, скучище полное. Другое дело, когда ты можешь состязаться с такими же, как ты, и... Или бить. Да, это имеет хоть какой-то смысл. Поэтому просто какой бог умер бы со скуки. Мы уже им там редактировали, мы полили. Но у греков все-таки не было понятия. Искусство было понятие техной, ремесла. Поэтому они часто, ремесленники, могут состязаться. Но у них было понятие агона и агональности, которое еще важнее, потому что мало победить врага, нужно еще сделать это лучше других. Первым, да? Олимпиад, да? Да, да, да. И вот это ощущение, которое точно так же неизымаемое из поэзии, потому что, да, с одной стороны, безусловно, ты должен стать единственным. Помните, как в этих незамысловатых, но по-своему личных строчках Вознесенского, «Акын» стихотворения, «Когда мой соратник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, зарежет за общим столом, и будет потом до гроба одиночеством окружен, пошли ему Бог второго, такого, как я и он». Вот это очень четкое такое определение внутренней абсолютно противоречивой агональности, да, стремления дать окончательную последнюю редактору мира, и в то же время должен же быть кто-то, кто это оценит, кто в честном состязании скажет, ну да, придется и мне теперь чувствовать твоими чувствами и мыслить твоими мыслями, хотя я изо всех сил сопротивлялся. Спасибо большое за ответ. Да, пожалуйста. Первый момент. Мы говорим о том, что искусство – это новое, а вот возможно лишь, что искусство – это не всегда про новое, то есть не обязательно создать новое для того, чтобы быть творцом, возможно, нужно просто создать лучшее. Ну вот это то, о чем мы говорили. Для меня тезис нового, который теоретически может быть хуже существующего, он какой-то такой очень спорный. С другой стороны, недавно мы обсуждали, что было бы, если бы людям позволили выбирать, какими будут их дети. И мы знаем, что если бы люди могли выбирать, они бы выбирали, чтобы дети были похожи на них. И никогда ничего бы нового не продуцировалось просто потому, что мы живем в рамках, там мы бы продуцировали просто лучшие версии себя, и нового бы не возникало совсем. И у меня нет четкого ответа, как все-таки вовец – это создать новое или создать лучшее. Лучше враг хорошего. Нет, как ни странно, вот новое, оно же обладает даже своим собственным артизмом новизны, которые… и даже новизна ради новизны, это не так просто. Это ужасно сложно, но цель создания. Но дело-то в том, что вот я как раз, может быть, хотел об этом и сказать кратенько, но суть в том, что когда мы, наконец, выходим за пределы стадии шахерозады, за пределы обмена историями как фактами собственной регистрации, и как бы попадаем вот на ту удивительную орбиту, где вращаются разные истории, то есть нам уже недостаточно, ну, например, просто, что называется, сделать пометку в ноосфере или авторскую редактуру существующего, или недостаточно выполнить этот замечательный критерий Ницше, только не спутайте меня с кем-то другим. А вдруг выясняется, что эта орбита так странно устроена, что в ней есть свои законы, которые диктуют мне что-то. Например, достаточно жесткие правила композиции, предположим, в случае художественного текста, когда нужно прерваться и написать, а в это время, и каким образом вернуться. То есть на самом-то деле вот эти, как бы, искусство микрописьма – это одно, оно в каком-то смысле проще, как-то непродоксально, чем искусство композиции, представляющее собой наиболее сложную вещь, безусловно. Но ведь такого рода константы, они на этой орбите, куда мы ворвались, существуют. И сделать лучше – это означает некоторым образом соблюсти их, да, и сохранить вот то свое, как бы, содержание, некую сугубо авторскую логоинъекцию, но в то же время ловко обойти или соблюсти эти удивительные константы – нумерологические, вот, композиционные. Ну и этого еще мало, потому что необходимо еще некоторое такое чутье на уровне хронопоэзиса. Попасть такой иголочкой точно в свое время, в его резонанс, иначе и резонанса с вечности не случится, если не случится такой простейший резонанс с точностью попадания в свое время. И здесь уже, когда мы выходим на эту орбиту, то есть когда мы уже не первую, не вторую, а третью космическую скорость или интенсивность письма и творения набираем, мы действительно странным образом отказываемся от психологичности, от так называемых стратегий авторствования, которых пишет, например, тот же Блонда и другие постструктуралисты, потому что они уже ничего не объясняют. А объясняет вот странное такое то ли интуиция, то ли быстрое сканирование устройства этих орбит, где существуют удивительные тексты и опысы как таковые вообще. И тогда действительно совсем непонятно, почему мы в самом деле одержим идеей сделать это лучше. Хотя спроси нас, в чем же состоит этот эталон лучшести, может быть, мы и не скажем, но интуитивно сближаем константы, и кто-то это делает с предельной точностью и скоростью, а кто-то за отсутствием соответствующего органа, пригодного для этой орбиты, не сможет вообще ничего улучшить. Хотя на уровне сказки Шахерозады он может оказаться и лучшим тискателем ровных. Но, к сожалению, у него отсутствует орган, который ответственен за орбитальное распределение константов, то есть за вот это высокое устройство того, как бы, так сказать, высшего демиуртического измерения творчества. Можно? Да. Я хочу вам признаться, что сколько раз я вас слушаю, сколько раз мне становится очень страшно. Я физически ощущаю, как Вселенная расширяется. Возможно. А вопрос у меня касается диктатуры символического. Мы уже посигнули на слово, уже можем менять порядок слов. Что-либо осталось, на что мы не посигнули человеческого? Это в каком смысле? Диктатура какого-то символа. Какой-то символ еще остался, который мы не взяли бы и не использовали, и не изменили? Ну, я думаю, что такой способ причастности к символам, как диктатура символического или вот эти вот трансперсональные машины, трансперсональные формы чувственности, наверное, они утратили достоверность, безусловно. То есть, опять-таки, видимо, какие-то, наверное, очень краткосрочные, вроде механизма толпы или паники в толпе, они, может быть, и остались, как, опять же, своего рода атовизмы. Но большая часть этих удивительных эйдесов прямой чувственности утрачена, и мы не можем достоверно себе представить, что это означает причастность к мистерии, к оргии, к некому совместному гаданию, к машине войны. И это означает, что, да, в каком-то смысле правда диктатура символического отпустила нас. Хорошо ли это или плохо? Трудно сказать. Это же вечный сбор, который идет со времен Ницше. Напомните, поскольку Ницше в своем рождении трагедии из духа музыки, он как раз и противопоставляет дионисийское, дионисийское начало и апполоническое, где с его тогдашней точки зрения Ницше это была колоссальная потеря, когда многоречивый Сократ и поздняя греческая трагедия вот отказалась, собственно говоря, от такого рода подлинности, транспарсонального подлинности архетипов. То есть мы действительно больше, некоторым образом не то, что даже не умираем от стыда, но и, наверное, с точки зрения глубины инсталляции вот этих транспарсональных машин, скорби, ну, не знаю, различных там форм, ну, например, имперского самочувствия и каких-то других вещей, которые являются большими резонаторами, они в значительной мере утрачены. Но взамен этому мы обладаем какой-то такой внутренней сквозной шпионологией, то есть возможность выстраивать различные дистанции по отношению к своим собственным площадкам чувственности, возможность смотреть на себя со стороны. Обладаем вот такой изощренностью, а эта изощренность, это некоторое принципиальное двойное дно, оно одновременно санкционирует саму возможность, например, психологической прозы, что очевидно, потому что, как мы уже говорили в прошлом раме, что кратчайшая формула всей психологической прозы мира звучит так. Госпожа Н казалась такой, а оказалась другой. И если возможно такого рода расхождение между кажимостью и подлинностью, то возможна и психология, все это очень интересно, все это самословато, но с точки зрения интенсивности и подлинности, мы, скорее всего, вслед за ней должны констатировать факт утраты. Чувствилище изменилось. Прежний сенсориум утратил свою достоверность, а новый сенсориум, в котором тоже, безусловно, включены точки символического, он не такой яркий, он какой-то такой слегка мерцающий, и, может быть, более даже разнообразный, труднее описываемый намного, но, безусловно, позиция интенсивности существенно слабла. В общем, понятно, что мы можем, наверное, бесконечно говорить. Давайте чуть-чуть вопрос. Вот можно последний вопрос? Я просто теряю мысль. А время? Время это разве не символическая категория? Его же нет на самом деле. Разве мы не служим этому символическому культу времени? Или время не символическое? Не всего. Ну, я-то думаю, что время вообще единственное реальное из того, что есть. Но вы же его придумали. Да нет, скорее оно у нас. Ну, это просто настолько отдельная тема хранопоэзиса. Вам, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Вот снова о выходе за пределы, да, на новую арбиту про чистое искусство. Или это взаимозависимо, как мне кажется, момент с читателем. Ведь не есть искусство само по себе вещи в себе, да? Оно существует в восприятии кого-то. И даже тот факт, что мы останавливаем время в этой вариативности, написав что-то, стихи, к вопросу. Ведь читатель, когда читает, попадает вовсе не в наше время, не в наше описанное, да, а в свое. Потому что его символизм отличается от символизма автора. И, исходя из этого, у меня вопрос такой. Не обречен ли таким образом автор, дворец, на одиночество в любом случае? Ведь цель будет услышать и понятым, а по сути это невозможно. Ведь если кто-то, могу ли я описать то, что если у вас не было этого сменсорного восприятия, да, или осознания отождая, прочитав это, можете ли вы это хоть как-то приблизиться к тому, что видит автор. То есть тут не видится как-то с одной стороны грех, да, греховность этого уподобления, и эта свобода, и ответственность, а с другой стороны невозможность вообще быть понятым. То есть насколько это не делает, вот этот символизм индивидуальный каждого, не делает творца одиноким, а это неизбежно всем творцам, которые есть у нас, уравненные каждого. Ну, вот как-то так, есть ли смысл вообще в этом всем? Можно ли понять кого-то или услышать кого-то, кроме самого себя? Вот таким образом. Ну, понятно, да. Очень трудно ответить, хотя бы уже потому, что стационарность, стабильность такой штуки, как самого себя, она ведь тоже весьма проблематична. И тут просто такое количество эффектов срабатывает, включая, предположим, возможность различных трансплантаций из мира искусства, как бы в мир восприятия некой условной реальности. Ну, я имею в виду то, что так любил Аскар Варик, да, о том, что вот сначала Клод Моне, известно в смысле, придумал эти пресновутые туманные набережные, а потом они стали попадаться в большом числе и в большом количестве. Или вот Набоков придумал такую идею, как нимфетка, а потом, глядишь, и в самом деле появилось, и вслед за эти психоаналитики нечто подобное зарегистрировали. Нет, фломатичность, это вот эта фломатичность уже. Думаю, что да. Нет, 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 она точно не будет зафиксирована. Это ему муки или мифа эротия маленькая, которую Камар приносит к воробью, а она говорит, а она кричит, то есть она не сразу собрались, с какой целью он ее приносит, и кричит, папа Зевс, я вся тварь. Тут явное выгрушение масштаба, как между Богом и человеком. То есть уже эротия, ну, как бы пародия на мифы, а Зевс. Но, в принципе, хотелось бы. Ну, да, и кричит еще, конечно, Гурциал, Гурциал, девочка-рабыня, тоже эротия, семилетняя, в которую он был влюблен. Она же не случайно называется эротия, она взяла именно эротия, то есть она именно нимфетка, маленькая мифа, которая вызывает в нее какие-то эротические чувства. Да, но все-таки... Это все этируются в общем исследования. Я согласен, но можно допустить такую возможность, что на уровне каких-то вот этих драгоценных нюансов, в том числе даже завитков чувственности... Да, потому что это не... Конечно, на протяжении очень долгого времени. То есть это речь за то, что, видимо, литература, как бы, пост-отечия, постепенно приходит к тому же, просто достигает такого уровня постепенно, как в свое время, то и то решение, которое достигло отечества. Да, и вот, что касается такого одиночества, которому нет преград, то, в принципе, ведь, конечно же, можно, ну, находить сферы, оказывающие наименьшее сопротивление такого расходящейся круги одиночества, где, ну, казалось бы, нет препятствий, но нет препятствий, нет и предмета, нет и предметности. Это известно, да, со времен, по крайней мере, Аристотеля, где отрицание и есть определение. То есть, наш луч, луч созерцания должен в какой-то момент наткнуться на преграду, иначе никакого предмета не появится вообще. И мы с ним, как бы, расстанемся, и он не вернется назад. Для этого он должен отразиться. Поэтому отсюда и прозы пристальной крупицы, которые в самой великой поэзии есть. Отсюда и вот вообще вот это вхождение в плотные слои осуществленности. При всем индивидуализме интересно все-таки, как устроены завитки чувственности. Потому что привилегия воплощенности это его привилегия. У нас такой нет. Мы как бы в сфере великой химерологии можем продвигаться свободно. Но, коль скоро мы хотим предмета, и нас интересуют микроновости, например, психологизм, они и вправду нас интересуют, то тогда нам вот нужно отклонять лучи своей рефлексии, творческого усилия, и некоторым образом этот предмет получать, обнаруживать. Хотя, конечно, невероятно хотелось бы его сконструировать на уровне вот некого такого чувственного завитка, что, наверное, в художественно-чувственном мире невероятно сложно, по большому счету. Но в сфере философской рефлексии может быть, ну там тоже по-своему сложно, но там просто другие принципы такого рода конструкции, альс-оп. И отсюда вот этот вечный баланс между обретением максимальной свободы, когда никто не оказывает тебе сопротивления, и ты сам тенеург своих собственных миров, ты можешь их целую гроздь сновить. А с другой стороны, настолько обладает своим собственным эротизмом и притягательностью контактное проживание, что, допустим, это же великий парадокс художника революции, когда революция или социальное творчество масс, оно не может инсталлировать все излишне химерные и тонкие проекты. Оно выбирает всего несколько, но зато в этих проектах участвует множество тел, множество таких же, как я. И это иногда компенсирует, и еще как компенсирует, всю вот эту, ну, как бы, ну, упрощенность, что ли, индивидуальной химерологии. И художник очень часто предпочитает то, что инвестировано в контактное проживание, даже в ущерб, даже пусть будет некоторая упрощенность, потому что здесь есть свои великие плюсы, свои бонусы. Вот та самая своя притягательность вечного похода хиппи или все, где тело предъявлено к проживанию, это тоже великое искусство, но не за счет, опять-таки, двоящихся и ветвящихся протуберанцев, а за счет некоторого такого совместного использования коллективного тела. Про коллективное тело, если можно, скажу сейчас. Спасибо большое.